На спортивной базе Центра конного спорта из современного пятиборья прошел чемпионат и первенство Омской области по конкуру. В этот день ценителей конных состязаний нашлось немало. В соревнованиях по преодолению препятствий участвовали взрослые, юноши и даже дети. За кулисами этого зрелищного и аристократического вида спорта скрывается смелость, решительность садника, а также серьезные годы тренировок. Подчинить лошадь, которая 500 килограмм, бежать туда, куда тебе хочется делать то, что тебе надо. У нее тоже свой характер. Она иногда не хочет этого делать. Приходится заставлять. Своенравный лошадиный темперамент зрители наблюдали уже в третьем заезде. Оказывается, вольное животное в любой момент может проверить, уверенно ли всадник чувствует себя в седле. Связи не будет, не будет. Вообще даже не выйдешь на поле, не поедет никуда. Конечно, связь. Связь, уважение. Ну, это ты должен как кентавр быть. Она должна тебя понимать. Одна муслин там появляется, она уже должна быть у ней в голове. И так же наоборот. Анастасия Бабаян и ее друг по кличке Ричмонд выступали во взрослой категории. Им удалось блестяще преодолеть все препятствия. К такому результату спортсмены шли целый год. Какие у вас отношения? Я выступаю на нем второй год и первый год у нас вообще не получалось. То есть целый год готовились к сезону. Ну и вот, получили наконец-то свое первое место. В детском классе среди спортсменов до 14 лет лучше всех прошли дистанцию Милана Сомова и ее опытный напарник Оксфорд. Вас вдруг не подвел? Да, я верила в него. Насколько он опытный? Он уже опытный очень сильно. Он давно работает. И тренируется, и учит детей. Меня научил. Я сначала боялась его, не очень так любила. А потом, когда начала больше и больше на нем заниматься, поняла, что это мой. По итогам этих состязаний сильнейшие спортсмены в составе сборной Омской области отправятся на соревнования Сибирского федерального округа. Это шесть последних. Омская область на сегодняшний момент в Сибири и Урале занимают одну из лидирующих позиций. Почему? Потому что, допустим, в прошлом году юноши, юниоры и взрослые, все категории чемпионата первенства Сибирского федерального округа выиграли без каких-либо проблем. Поэтому шансы у команды Омской области достаточно велики. Соревнования пройдут уже в ближайшие дни с 19 июня в городе Красноярске. Редактор субтитров А.Семкин